Здравствуйте дорогие друзья, с вами Серёга и вы только посмотрите, огромнейшее какое-то обновление вышло на Warface PS4, что понесло за собой очень много интересного контента, который именно сегодня мы с вами и заценим. Перед тем как мы начнём, не забудьте как всегда поучаствовать в моём розыгрыше, где я разыграю 1000 рублей, либо же 2000 кредитов на ваш игровой аккаунт Warface, либо же Kiwi кошелёк. Чтобы принять участие, просто поставьте лайк на это видео, подпишитесь на мой канал и напишите абсолютно любой комментарий. Всем желаю удачи, приятного просмотра, погнали! Друзья, для новичков Warface, а также для тех, кто не заходил на свой аккаунт более 30 дней, есть отличное предложение, где вы сможете получить кучу крутого доната и топовое снаряжение Синдика. Всё очень просто, если ты новичок, то просто регистрируйся по ссылке в описании и забирай крутые пушки со снаряжением на свой новый аккаунт и доминируй над противниками благодаря топовому оружию. Если же ты уже зарегистрирован, но не заходил на аккаунт более 30 дней, также переходи по ссылке и забирай топовый донат. Все бонусные предметы ты сможешь сразу перевести себе на свой аккаунт. Всё это позволит тебе вкачать нереально крутой аккаунт и получить максимальное удовольствие от игры. Желаю удачи! Кто бы удивился, только сейчас на PS4 Warface добавляется сезон ограбления. Ну и как по дефолту, ни самой спецоперации, конечно, тут у нас нету. Я что-то не понимаю прикол, что ROI и вот эти новые спецоперации, которые уже давно доступны на ПК Warface, до сих пор не портировали на PS4. Я вообще не понимаю, в чём конкретная сложность. Но боевой пропуск у нас тут есть! И, кстати говоря, кто не знает, у нас скоро будут такие же боевые пропуски. То есть также 50 уровней и именно сами уровни можно апать за то, что вы просто играете в Warface. Наконец-то, как долго этого всё же просили. И после достижения 50 уровня вы можете дальше до бесконечности качать уровень и получать награды. Не знаю, сделают ли они 100% так же, как на Warface и PS4, но в принципе тут это реализовано всё очень даже неплохо. И после 50 уровня можно получать именно охрененные коробки удачи, где можно выбивать именно самый топовый донат, а не какой-то средний. Но меня больше интересует то, что у нас в Warface уже давненько такие анонсировали, показали, но почему-то до сих пор не добавили. Хотя на Warface PS4 это ещё охренеть как процветает. Это контракты, сука, на убийстве! И причём охрененный контракт. Я вот этот случайный контракт купил, он стоил 1000 корон. Вы только посмотрите, можно получить себе АК-12 навсегда. Уничтожить 500 противников из штурмовых винтовок. ПВП 500, ПВЕ 2500 врагов. Потом выполняете следующее задание, держите 15 побед в быстрой игре или рейтинговых матчах за штурмовика. Довольно неприятное задание. Наносите 10 тысяч, либо 50 тысяч урона. Потом уничтожаете 1000 врагов из штурмовых винтовок. Калашников. Ну, на самом деле, вроде бы это ещё более-менее нормально. Убить 500, либо же 2500 врагов из штурмовых винтовок с АК с глушителем. Сыграть 20 рейтинговых или быстрых матчей за штурмовика. Вот такие задания типа нормальные. Просто сыграть 20 кат, и неважно, чтобы какой исход был. Допустим, ну ты выиграл или поиграл, в любом случае зачиталось. Это, естественно, полегче. За все эти задания, как вы понимаете, награды не очень. Только вот за вот это задание уже начинает давать хотя бы камуфляж. Потом супервипка, и вот, когда выполните вот это вот всё, получите, собственно говоря, этот самый калаш навсегда. Давайте уж посмотрим, как это всё работает. Естественно, я бы мог сейчас просто пойти, всё это выполнять. Но, слушайте, мы же видео всё же снимаем. Давайте представим то, что я сейчас пошёл и всё это завершил самостоятельно, своими силами, потратив нереально огромное количество времени. И вот, видите, я уже и 20 побед сделал, и 1000 врагов уничтожил, и уже совершенно мало чего остаётся. Давайте, ребята, представим то, что... Опа! И мы закрываем этот контракт. И где мой калаш? Вот он этот калаш! Он у меня уже был, блядь, какого хуя? Ну ладно, хотя бы эта система работает. Но я, правда, немного не понял, а почему тут скин медика у меня на штурмвика? Тут чё, одна внешность идёт на все классы? Ладно, спасибо, что я это просто купил, а не пошёл это всё выполнил, и потом не заметил то, что у меня есть, собственно говоря, этот самый калаш. Вот такой вот контракт, есть курс новичка, где можно всё боевое снаряжение получить. Он, кстати, за варбаксы идёт. Тут много чего интересного из за варбаксы. Сколько тут карточек можно зафармить? 50, 25. У-у-у, как мало! Ой, как мало! Но! Это за варбаксы. То есть, видите, за варбаксы покупаете, ну, можно их, наверное, не ограничить на количество. Какие-то контракты идут только от уровня боевого пропуска. То есть, мне нужно качнуть 30-й уровень, чтобы, вот, возможно, было купить такие контракты. А как видите, они довольно сексуальные. То есть, тут можно получить тоже неплохие пушки. Только, опять же, а за что её вообще покупать? Вип-клуб! Вип-коробка! Бесплатно можно приобрести? Ни хрена себе! То есть, мне тут какие-то коробки дадут. А что это за вип-коробки? А ну-ка, мне интересно! Это, я так понимаю, за то, что у меня есть супер-вип-ускоритель. Ну, не зря, значит, я его получил. Вот! Вип-коробка! Давайте! Мы открываем вип-коробку удачи! И что же в ней может выпасть? Сколько дымовых гранат? Чего? FN-файл навсегда? Вау! Оу, щит! Я не знаю, максимальная ли это награда, конечно, которая мне выпала. Но давайте еще попробуем. Бесплатная вип-коробка! Ни хрена себе! Я думал такое только... А, да! А, я думал, я подумал то, что вип-коробки только то, что конкретно навсегда будет падать. Ни хрена себе! То есть тут и говно может выпадать. Но ничего страшного, у нас есть еще много таких коробок. Давайте посмотрим. Третья коробка. Брен на три часа. Мне реально с первой коробки, что ли, повезло? Мне FN-файл выпал? Ни хрена себе! Не, я реально на секунду подумал, что тут с вип-коробки... Значит, что же вип-коробка? Охренеть! И тут будет за каждую давать мне какую-то пушку навсегда. Tower TS Custom. Спасибо большое. Все, я это все завершил, что ли? 30 кредитов. Давайте посмотрим, что тут еще может выпасть. Может быть, еще мне повезет. Еще какой-нибудь FN-файл выпает. Ну, что-то, походу, все. FN-файл закончился. Не, ну идея интересная. Блин, эти контракты, это просто замечательная тема Warface. А, да, некоторые задания, ну, реально требуют, как будто, немножко ребалансировать их, потому что слишком сложно. Но все же некоторые награды, которые даются... Опа! R8-ой навсегда. Я так понимаю, пушки киви тут, что ли, навсегда можно вот эти в скинах получить или как? Награды некоторые, знаете, себя охренеть как окупают. Понятное дело, не за один день, не за два дня. Но, если месяц понемножку играть, в принципе, все эти контракты выполнимы. Тем более, цель, когда такая, знаете, в Warface, получить пушку, да еще и бесплатно. Да ни хрена себе. Боевая подготовка. Тысяча варбаксов. Давайте, я ждал этого момента. Какая награда? А, 70 корон мне дадут, дают, дают за этот контракт? Ну, давайте попробую. Точно, 70 корон и все, что ли? 24 врага. Ну, вот это легкие задания, конечно. Но, 70 корон. Но, я так понимаю, то, что в Warface PS4 очень сложно было вот это количество корон, в принципе, накопить. Поэтому, собственно, понятно. Тут, смотрите, можно 500 свободных карт получить и это стоит уже 2500 корон. Блин, мне вот это так жалко отдавать. Эти короны так сложно добывались. Выполняется, все выполняется. Короче, за 2500 корон и все, мне сейчас дадут 2500 карт или что? Да, так оно мне и дало. Следующая миссия будет доступна через какое-то время. А я уже думал, я так легко получу себе 500 свободных карт. Класс. Коробка капитал. Слушайте, а тут, типа, СВ какой-нибудь капитал даже, что ли, может выпасть. 5 побед, быстрая пвп. Ой, опять эти победы. Да что они со своими победами заладили? Я не понимаю. Ну, блин. Ой, опыта боевого пропуска еще дали. Ни хрена себе. Трувэлла. Не, ребята, слушайте. А, ну да. Одна коробка это 500 корон. Блин, это дорого. Слушайте, давайте боевой пропуск купим. Я знаю, вы понимаете то, что я немного сумасшедший. Поэтому, главное, ребята, ставьте лайки. И мне для вас никогда не жалко будет херачить контент. Поэтому покупаем уровни. Как раз вот, до 30 уровня сколько это будет стоить? 4200 кредитов. Эх, ну прям отрезали у меня эти уровни, сука. Достижения, недостижения. Но сейчас я благодаря этому открыл доступ к новым контрактам. Так они еще и бесплатные. Вау! Вот это другое. Сколько? 200. Ой-ой-ой. Ну это дорого, конечно. Но, ребята, 200 кредитов за задание. Ну то есть, а так это бесплатно. Вот это я понимаю. Но некоторые контракты прям очень интересные. Кстати, что тут вообще надо сделать? 2500 врагов в снайперской винтовке. За режим X5. То есть, 500 врагов. 15 побед. Вот опять 15 побед. Да еще и за снайпера. 500 тысяч урона. Это окей. 1000 врагов. Это тоже окей. Да и 500 окей. 20 сразу снайпера. Вот просто сыграть это окей. 500 выстрелами в голову из снайперской винтовки. А-а-а! Ну, 100, конечно, игроков не так уж много в голову убить. Если на ПВЕ считается 500. Ну, блин, конечно, дрочим, наверное. Но, в принципе, за донат еще и бесплатно нормально. 1000 врагов в подкате. Но тоже немного дрочим. Ни хера тут задание. 500 тысяч урона. Блин, 500 тысяч урона, честно, не помню. Да хрена это или нет. И 2500 врагов из золотой снайперской винтовки. А-а-а! И вот они приколы их местные. И последнее задание. 2500 врагов из золотой снайперки убить. Слушайте, ребята, а где золотую-то взять? Хороший вопрос. Что там из бесплатного золота есть? Какая? Этот? АВМ золотая? Спасибо, спасибо. Я не понимаю. Это со мной кто-то в игру играет? Я ничего не понял. Почему я не могу задание другое взять? Это прикол этого задания в этом, да? То, что ты вроде бы берешь, а последнее задание хочешь взять, чтобы качнуть тебе и получить вот эту снайперку навсегда за свои старания. А ты не можешь, да, этого сделать? Или типа это такой челлендж. Это для меня вызов. И чтобы вы понимали, это я вас не троллю. Это я реально пытаюсь взять задание. Он просто скипает. Он просто перелистывает куда-то вверх. И просто не дает мне его взять. Короче, троллинг какой-то. Я не знаю, что это за механики такие интересные. Поэтому я попробую пока другой завершить. Ну, потому что это реально немного смешно. О, кстати, мне еще по 200 опыта за каждую дают. То есть я могу себе в теории сейчас даже 50 уровень качнуть и еще кейс открыть. Не, ну смотрите, ну это что за дела? А, как это открыть-то, блядь? Да! Я смог это взять! Сука, челлендж! Не, ну, конечно, охрененно обновили. Я ждал то, что они месяц будут обновлять. Смотрите, как это надо делать. Я тебя возьму, сука, давай. Я тебя возьму. Ты попадешь. Ты думаешь, я так просто уйду? Я не сдамся. Хочешь меня забатить, чтобы я сам пошел все это делал? Не, спасибо. Ну попал же, алло, давай. А-ха-ха-ха-ха, сука, сюда. Вот как разыгрываются в Варфейсе донатеры, я понял. Опа, сюда. И потом финальное задание. Давай, золотое ВМ убивай в голову, смотри. Опа! Где моя награда? Коуа Тайп Капитал. Я даже вспотел. Я прям подумал, что как будто все эти задания я прям выполнял. Представьте. Ну, штурмовик тут имба, поэтому принцип приобретения нормальная. Ого, коробку механику какую-то в коробке удачи добавили. За варбаксы? А эти пушки тут вообще выпадают? Такое возможно? Нет вообще? Что-то мне кажется, как будто, что хрен там плал. Ну, вроде бы, типа, фососы, оригин, айчкар, аэс-50. Ну, за варбаксы, я считаю, неплохо. Тем более, коробка не особо-таки дорогая. 750 варбаксов? У меня миллион с хером варбаксов. Ну, с варбаксами тут особой проблемы не было. Тут, когда можно было фармить карельскую битву, не знаю, может и сейчас можно. Поэтому с варбаксами проблем особо не бывает. И, конечно, было бы прикольно, если за варбаксы хотя бы такие пухи для коллекции можно было бы получать. Ну, вот, в плане таких приколов, Warface PS4 довольно неплохо сделан, если бы он еще не лагал. Но они там что-то хотели ни хрена не обновлять, долго работать над какими-то улучшениями. Ну, я не знаю, ребята, я еще в игру не успел зайти, пытаюсь тут за бабки что-то купить и все равно какие-то проблемы вижу. Так что я даже боюсь представить, что будет, если я куда-то зайду поиграть. Ну, я понял. Короче, шанс тут очень охрененный. Нужно, походу, миллион варбаксов веслить, чтобы получить себе HK-рафта навсегда. Блин, я так не привык видеть так мало коробок удачи. Я привык, что уже на ПКш на Warface их там просто миллион. Но крутить особо нечего. Только если вот эту коробку за варбаксы. Но, мне кажется, на нее очень много времени уйдет, потому что админы стопудово сделали охрененный на нее шанс. Ну-ка, контракт на достижение. Неужели он тоже за кредиты будет завершаться? Охренеть. То есть кредитов 500 нужно, чтобы получить вот эту ачивку. Не, спасибо, я передумал. Он все равно был бесплатный, поэтому давайте как-нибудь без меня. Добью все же СВ-шку. Ну, по крайней мере, я постараюсь это сделать. Ладно, надеюсь, кто-то хотя бы понимает, насколько это сложно. Давай, попадай. У меня сейчас пальцы сломаются. Опа! И СВ-шка моя! Замечательно! Вип-коробку тогда я пооткрываю еще немного. В принципе, она не особо дорогая. И можно посмотреть, что еще выпадет. Может быть, еще что-то крутого он мне даст. Хоть, конечно, я особо випом это не назову. В принципе, пухи такие среднячковые. Если бы они тут всегда со стопроцентной вероятностью выпадали. Хотя, я не знаю, как тут, посмотрите, что тут выпадает. А, нихуя себе! Реально золотые пухи могут выпасть отсюда? То есть, вот это вот говно, которое мне выпадало, это, ну, просто не повезло, да? Ну, я же правильно понимаю? То есть, это все может выпасть навсегда. Охренеть, тогда я это покупаю! Шанс, конечно, не особо жесткий, но мне интересно. Хоть у нас на Warface и ПК-шном отличаются контракты. Хоть на ПТС нам добавляли, тут, конечно, некоторые контракты прям интересными смотрятся. Но я думаю, все равно, когда-то это все добавится. В принципе, в любом случае лишним не будет. Все, давай, 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 я покупаюсь. Надо было на 10 тысяч кредитов сразу идти и золотые пушки получить. Хотя эти золотые пушки, по-моему, по фикс прайсу не особо задорого продаются. Там за тысячи кредов плюс-минус. Поэтому, я не знаю. Но выбить, конечно, будет поприятнее в Warface. Если ты мне выпадешь, это, естественно, будет повкуснее. Поэтому, давай, выпадай мне. Две пушки пока навсегда только выпали. Причем, первая сразу выпала. Как будто чисто меня заманила. Что, тут что-то выпадает навсегда. Но золотую пушку, конечно, будет самое приятное получить. Особенно той, которой у меня нету. А то, я знаю, Warface любит так потроллить. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, блин, хватит на время выпадать. Хотя бы пушки киви давай. Поначалу хотя бы их давал. Сейчас их перестал выдавать. Ну же, Warface, давай, покажи мне свою, сука, удачу. О, ВХС навсегда. Ну, три пушки уже навсегда выпало, конечно. Но золотом пока, сука, не пахнет. И я не понимаю, почему. У меня осталось 365 кредитов. И я рассчитывал за эту сумму нафармить себе золотую пуху. Но, как говорится, кто эти контракты захочет делать, именно просто делать, ну, удачи. Гепард навсегда. Спасибо. Это именно то, Warface, чего я хочу. Варбаксовые пушки. Давай больше. Всё, последние 60 кредитов осталось. И чё-то золото... Не попахивает, да даже, ребята? Ну, чисто можно, короче, да? Ну, тысяч 10 закинуть. И на 10 тысяч этих вип-коробок пооткрывать. Ну, чтобы чисто так проверить. Шансик, так скажем. Ну, как тут выпадает золото или всё же нет? Ну, вы, как обычно, ставите лайки, а я делаю своё дело. Причём, как видите, контрактов тут, ну, реально дохрена. И в планах, естественно, контрактов тоже очень много. Потому что я помню, у них контракты, в принципе, такие охрененные уже довольно давно. То есть даже когда у нас на ПК Warface 7 не пахло, тут какие-то контракты уже даже интересные были. Правда, они больше относились к какому-то конкретному ивенту, но всё равно. Вот такого, дорогие друзья, тут обновление на Warface и PS4. Как видите, тут до сих пор выходит какой-то интересный контент, которого на ПК-версии нет. Так что всегда есть что интересного можно показать. Не забывайте поддерживать ролик лайком, подписываться на канал, писать ваше личное мнение в комментариях. Все нужные ссылки, как всегда, в описании к видео. С вами был Серёга, мы с вами увидимся. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok